Я думаю, что читать его нужно человеку, убитому жизнью. Я думаю, что все, находящиеся в тюрьмах, должны прочесть преступление и наказание. Или все, скажем, политики должны прочесть бесов. Он довольно практичен. Все, находящиеся в политикуме, они могут спокойно бесов читать. Я, например, лично помню, прямо как сейчас. Только у меня был такой знакомый, Саша, который отсидел лет 30 в совокупности. Я пришел к нему, он со слезами к нему пришел. Говорит, батюшка, это что вообще? Он пришел с преступления и наказания. Это что вообще? У меня было много друзей, которых просто поломал Достоевский. Вообще-то мясорубка фарш перемалывает. Я лично знаю десятки случаев, когда он ломает людей разных культур и эпох. И превращает их в верующих людей. Поэтому я думаю, что начиная с лет 18-20, когда темная сексуальность, вот как, кстати, с несмешного человека, он говорит, что он там описывает некий идеальный мир, говорит, у них была любовь и рождались дети. Но там никогда не было той темной и страшной сексуальной энергии, от которой рождаются все грехи человеческие. Никто никогда таких слов не говорил. Только в 20-м веке, в 21-м веке мы узнали, что у насилия сексуальная природа. Что насильник всегда сексуально-патологичен. Что у сексуально-патологического человека есть тяга к насилию, а что у насилия сексуальная природа. Ну как он это сказал? Говорит, что у них была любовь и рождались дети, но не было того темного сладострастия, которое везде и всегда является единственным началом всех преступлений. Ну как он это сказал? Господи Иисусе! Ну как ему это открылось? Поэтому его читать нужно всегда. Всем. Конечно, школьникам нет. Потому что школьники, они без того, они сумасшедшие. У них там с ЕГЭ они могут с ума сойти. Поэтому читать нужно его взрослым дядькам. А они потом поймут весь кошмар нашей жизни. И примут настоящие законы, чтобы детей не насиловали, чтобы жен не бросали. И так далее и тому подобное. Я думаю, что Достоевский, конечно, не нужен всегда всем. Он нужен, чтобы разбудить и встряхнуть человека. Но к нему можно возвращать. Например, Никон Воробьев, если вы помните такого священноисповедника нашего. Он говорит, вчера, в дневниках своих, в письмах, говорит, вчера перечел бегло по диагонали братья Карамазовы. Говорит, боже, какая глубина. Какая красота. Мы же все равно что-то читаем. Мы же все равно что-то слушаем. Мы же смотрим кино. Что такое кино? Вот ты смотришь кино. Это сценарий, воплощенный в видеообразы. То есть в любом случае ты смотришь текст. Что такое реклама? Это текст, превращенный в видеоролик. То есть мы потребители текстов. Все равно мы потребляем текстов. Если ты не потребляешь Достоевского, как высшие тексты после Евангелия, тогда не потребляй никаких текстов. Но раз ты потребляешь какие-то тексты, какое-то кино смотришь, какие-то рекламные ролики смотришь, что-то ты смотришь, в конце концов, тогда нельзя. Раз ты что-то потребляешь, потребляй лучшее. И он на каждом этапе своей жизни, например, я прекрасно знаю, у меня кум мой один прочел братьев Карамазовых на первый раз в 20-м с лишним лет, а потом в 50 лет он просто не мог встать с кровати, он просто слезами залился. Это совершенно другое прочтение. Поэтому я думаю, что это те вечные тексты, которые нужно прочитывать много раз в жизни, два-три раза. Вообще, вы знаете, у меня был один такой товарищ, которому я благодарен очень многому, я не знаю сейчас где он, он там в церкви, не в церкви, живой, не живой, не знаю. Это был уникальный человек, который, например, он очень много читал, но читал, говорит, читай много, но немногое, есть такая пословица латинская, мультус, нон мультус. И он читал, например, каждый год, прикиньте, он каждый год прочитывал «Мертвые души». То есть мужичок там, ну, пацанчик там, он был 19-20 лет, там, пацанинок. Он читал каждый год «Мертвые души». И он реально каждый год, вот 21 год, ему 22, 23, 24, там потом наши дороги разошлись, он читал «Каждый год мертвые души». И потом он нашел для себя Достоевского и так же читал его. То есть он постоянно читал. Он говорит, не нужно много читать. Говорит, нужно читать Достоевского и слушать Баха. Этого хватит на всю жизнь. Это правда. Поэтому я не думаю, что православные настолько одухотворились, что им не нужен ни Бах, ни Достоевский. Им нужно читать и слушать. Гоголь вообще не открытый писатель. Мне кажется, совершенно не открытый. Архимистичный, не открытый писатель. И когда я даю себе такое удовольствие перечитывать «Вечера на хуторе» или «Тараса Бульбу» или что-нибудь еще фрагментами, или «Мертвые души», я понимаю, что гениальность Гоголя, она зашкаливает, она гораздо превосходит любую эпоху, в которой мы его почитаем. Это сверхгениальное. Такой же и Достоевский. Не думаю, что такой Чехов. Лично я не думаю, что Чехов такой же. Я знаю, что Чехов – это наша мягкая сила. Что самый, например, слушаемый композитор в американском, «Пакс Американум» – это Чайковский. Чайковского любят и знают американцы лучше, чем русские. Как, например, того же Достоевского могут знать лучше японцев, чем русские. И также Чехов – это самый ставимый в мире драматург. Я не думаю, что его сильно понимают. Я не думаю, что сильно нужно копаться в подтекстах, интертекстах, скрытых подтекстах. Я думаю, что, конечно, Гоголь и Достоевский – это вершины несопоставимо высокие по сравнению с высоким холмом, которым является Антон Павлович, Царство Монебесное. Может быть, я плохо знаю его, но, в принципе, я читал все и не по одному разу. Но я думаю, что он – вершина иного масштаба. Все-таки Гоголь вообще – это какая-то сказка. Гоголь – просто сказка. Неоцененная сказка. Я думаю, Достоевский выше. Но он сказал сам, что он вышел из Шинели Акаки Акакиевича. Ну, в смысле, социального пафоса, что мы все вышли из Шинели Гоголевской. Конечно, без Гоголя Достоевского просто бы не было. Если бы не было Чехова, вот не знаю, что было бы. Но если бы не было Достоевского, не было бы будущего. Есть такой Иустин Попович, такой архимандрит Иустин. У него есть такая книжка целая, большая, про Достоевского. Он вообще говорит, что существует мир Фауста. Что такое Фауст? Это умный и недовольный человек, который ищет рецепт вечного счастья, который обогатился знанием в области медицины, алхимии, физики, астрономии, теологии. И он знает все, вроде бы, что можно знать, но счастья нет у него. И он ищет этот момент, когда можно говорить, что стоп, мгновение, ты прекрасна. Нет у него этого. И он продает душу дьяволу как бы за вот этот момент счастья. Он знает все, но счастья нет. И он говорит, Иустин Попович, что вся западная цивилизация – это цивилизация Фауста. Это цивилизация умных людей, которые недовольны своей жизнью. Они богатые, сильные, но у них счастья нет. И они за ним гонятся. А на смену цивилизации Фауста, он говорит, вслед за Шпенглером. Он там толкует Шпенглера, там толкует еще какие-то вещи. Но должна прийти цивилизация Достоевского. Это цивилизация человека, который знает, зачем он живет. Это все человек. Это Христос. Это цивилизация человека, открытого к Иисусу, к Христу. Неважно, китайский, или индус, или негр, или полукровка. Там Христос воскрес. Да, да, аминь, ты брат мой. Цивилизация Достоевского сменит цивилизацию Фауста. Нет цивилизации Чехова. И нет цивилизации Гоголя. Но будет цивилизация Достоевского. Я думаю, что Достоевский, если бы ему было позволено, он написал бы детально. Например, знаете, когда он написал бесов своих, в России заглохло революционное движение. Оно прочитало, это же было все внутри читающего общества. Крестьяне же не были вовлечены в это все. Или там мещане, или там купечество. Это были дворяне, или полудворяне, разночинцы. Они когда прочитали это, это было настолько убийственное сканирование их подлой сущности, что они проглотили языки и заглохли лет на 10-15. Они просто не могли больше дальше двигаться. То есть он, думаю, что... Мы же пережили не только революцию советскую, социалистическую, там, такую-сякую. Например, мы пережили революцию сексуальную. Я думаю, что Федор Михайлович, если бы Бог ему позволил, написал бы, например, об убийственном действии половых разнузданностей и страстей на человека и общество. Сто процентов бы написал. Просто он не мог говорить, ну уж слишком так далеко-далеко-далеко. Но мы сейчас живем, нас же убивает ведь не только последствия, скажем, коллективизации или последствия, скажем, индустриализации. Нас убивает, например, последствия, извиняюсь, сессии на Алом Мерлин Монро, с которого считают историки, социологи, считают, что это начинается сексуальная революция. И эта революция сексуальная убила уже миллиарды людей. Реально убила. Это не фигурально, это не фокусы. Это сошедшие с ума, сколовшиеся, извратившие свою жизнь. Если бы ему было позволено, он бы написал об этом, мне кажется. Но он был сын своей эпохи, поэтому он говорил все-таки о рабочем вопросе, о социальном движении, о равенстве, о том, о сём. И он, конечно, разбомбил навсегда все те ложные идеи, которые впоследствии почему-то все-таки завоевали сознание людей. Но он не сказал о том, что будет дальше. А дальше у нас ожидалась революция уже сексуальная, повторяю, которая не менее кровавая, чем Котябрьская, социалистическая и всё остальное. И он тоже должен был бы об этом сказать. Я думаю, что он хочет на небесах, чтобы нашёлся кто-то, кто бы сказал об этом правильные слова. Потом ещё компьютерный, технологический, информационный слом в мире. Я думаю, он бы тоже осветил бы его. Но поскольку он жил гораздо раньше и в другой парадигме, то он только издалека мог намекать на это. Но он ещё не мог видеть всего того, в чём живём мы сегодня. Вот этот гаджет в руках, эта доступность женской плоти, эта доступность извращению любых. Это стирание нравственных границ. Хотя он об этом сказал. Он же говорил о том, что начнут с любви друг к другу, а значит, что он закончит людоедством. И о разврате он сказал тоже, как никто, что сначала нужно развратить человека, а потом поработить его. То есть, другого механизма нет. То есть, он, в принципе, сказал много. Но если бы он жил чуть-чуть ближе, он бы, конечно, детальнее бы нам осветил эти моменты. Вот это сексуальная перемена, сменный парадигм сексуальных и информационность. Вот это две вещи, мне кажется, которые самые главные в современном цивилизации. Это изменение сексуального кода и информационная перенасыщенность современного человека. Именно здесь дьявол есть где разгуляться. Здесь дьявол есть где разгуляться. Федор Михайлович бы об этом сказал. Мы можем найти это все у него в зародышах. Но это нужно развить. Надо иметь какое-то такое помазание. Это такое там. Продолжение следует...